здравствуйте с вами музыка мензурата сегодня пойдет речь собственно о том каким временным периодом будут ограничены все трансляции и вообще как мы можем сказать как мы можем вообще определить вот этот вот период и вообще что такое музыкальное средневековье когда оно начинается и когда она заканчивается как вообще найти эти точки понятно конечно что ни одна эпоха не начинается не заканчивается вот прямо ровно в один день культура она всегда основана на каком-то контексте обращается контекст она не может возникнуть вовсе ниоткуда но вот можно ли найти какие-то такие точки где происходил перелом где вероятно одна культура начала сменять другую или просто какую-то такую очень-очень важную точку который можно было или какими точками начала и конца можно было бы ограничить повествование говоря средневековье собственно я уже несколько раз произнес термин средневековье а термин не очень удачный по разным причинам ну во первых это негативное определение отрицательный ну как есть апофатическое богословие которое описывает бога и божественность через то чем оно не является так вот в известном смысле средневековье это такой же апофатический термин который описывает описывается как то чем она не является если мы посмотрим историю искусств то средневека находится между античностью и возрождение если мы посмотрим общую историю то средневека находится между античностью и новым временем ну вот на экране вы видите как примерно описываются эти эпохи в школьных учебниках общей истории потому что в книгах тех же самых медиевистов или просто историков как историков общих как историков искусства вы найдете описание другие совершенно варианты но вот такой вот для школьного курса описание примерно такие что когда-то в районе 5 6 века происходит перелом а потом где то ли четырнадцатый пятнадцатый то ли шестнадцатый восемнадцатый но в любом случае все начинается с античности надо понимать что все эти термины они довольно недавнего времени неожиданно но недавнего времени по крайней мере являются общепринятыми довольно недавно давайте посмотрим на встречающиеся дважды античность вообще античность она звучит как термин это прекрасно хотя бы по той причине что на русском языке это слово заимствованное оно происходит из латыни и собственно его производные других языках они тоже происходят из латыни но антиквитас на латыни и как на некоторых других языках это просто знаете какие-то старые добрые времена ну как антиквариат такие вот старые добрые при царе горохе но вообще когда-то и неудивительно что в некоторых местах собственно античностью называли средневековье это было их там 16 веке в семнадцатом и раньше то есть под античностью подразумевалось то что и мы сейчас стали бы относить средневековью повсеместное вот такое понимание античности вообще подъем интереса к античности произошел только в середине 18 века когда начали делать раскопки сначала геркуланом а потом помпеи и вот вы сейчас видите на экране как раз вот раскопки геркуланом а которые возродили такой большой интерес к античности не определив как бы античность мы не можем определить что же за средние века между тем как бы тем и чем если мы посмотрим вообще на то как этот термин принимался в разных странах то он был и принят не сразу например в италии собственно все происходит принятие терминов в разделении на античность средневека и ренессанс происходит из италии в италии может он этот термин хорошо работать в других странах увы не так хорошо поэтому чаще всего для вот двенадцатого пятнадцатого веков во франции даже германии и особенно англии использовали термин готика чаще всего к италии он менее применим был не так популярен во франции германии термин готика уступил средневековье окончательно в начале девятнадцатого века хотя он уже так массово начал употребляться наверное середина девятнадцатого века но лишь к середине двадцатого века то есть мы говорим буквально лет шестьдесят назад этот термин окончательно термин готика окончательно уступил средним векам великобритании то есть термин вообще средневековья во-первых со сложной судьбой это между античностью и кабы новым временем ренессансом античность сама по себе определялась в разное время совсем по-разному иногда в этот период заходили века которые мы сейчас называем средними ренессанс определялся по-разному и как я говорил это все работает хорошо только для италии для остальных но вот я не знаю скрипя сердцем либо с распростертыми объятиями но этот термин только в середине двадцатого века применительно к истории искусства утвердился вот ну наверное во всех странах более или менее теперь давайте поговорим можем ли мы найти какую-то важную точку для музыкального средневековья пускай термин неудачен пускай термин их как я сказал со сложной судьбой но может быть можно найти какую-то такую точку мне кажется в известном смысле можно если не точку то такой небольшой отрезок когда все изменилось этот отрезок мы можем определить удивительно не благодаря музыке но благодаря такому большому влиянию которое оказало изменение глобальное изменение климата и вот это глобальное изменение климата изменила собственно европейскую историю прежде всего истории северной европы летом 1314 года начались сильные дожди в англии германии они продолжились осенью но скажем в октябре на реке мура были утеряны 14 мостов в саксонии было смыто 450 деревень это люди скот дома мельницы все что год середине апреля следующего 1315 года дожди начались снова с грозами иногда градом и они захватили всю европу севернее альп они начались в париже на севере франции в апреле начале мая в нижних землях 11 мая в англии начиная с июня они были везде от ирландии до на германии ветер постоянное отсутствие солнца все было закрыто тучами необычайно холодное лето как вы понимаете а в октябре дожди продолжали собственно в некоторых местах они шло шли с небольшими перерывами на день может быть на 2 155 дней подряд после этого не только размывался весь плодородный с рулой такой что невозможно было не сеять не собирать мосты были уничтожены шахты каменолом не закрыты дороги дороги стали просто непроходимы дома разрушались 1316 год был таким же дожди собственно продолжались и следующий год а за ними пришла холодная зима 1317 1318 годов и английская хроника называет ее самый страшный за тысячелетия за холодом и дождями пришли штормы что-то похожее на торнадо вы представляете торнадо и вот торнадо опустошила нормандию в 1319 году это уникальное явление но она была в известном смысле не уникально за ним последовали громадные разрушения от поводков во фландере в 1320 году и в 1322 году вода заполняла все летописицы зальцбурга говорил о том что половодие было такое как во времена потопа плодородный слой земли был просто смыт и рождаться могли только самые чахлые ростки но там же там где собственно оставался небольшой слой то на его восстановление требовались годы и летописи франции германии говорят о неслыханном бесплодие земли в один из годов бургундии не было вина если мы посмотрим рукописи того времени вот например холкин сквы библию это вот миниатюра из холкин скай библии как раз середина 14 века мы увидим насколько точно миниатюрист художник передает утонувших утонувших лошадей корову людей очень четкие детали которые показывают человека хорошо знакомого с этой ситуации но собственно поводки половоде пришли не одни как я говорил было ощущение вообще от новых казней египетским за дождями пришел холод за холодом пришел голод 1315 1322 годов его называют великий голод потому что выпре это один из богатейших городов европы и самых крупных то время только за лето 1316 года умерло три тысячи населения это примерно 10 процентов в богатейшем брюки около пяти процентов жителей богатейшие то потому что это один из самых крупных городов начала 14 века в западной европе это париж затем генты брюки вот в богатом торговом брюки умирает от голода более пяти процентов населения и собственно это ведь несмотря на то что городу удалось закупиться у генуэзских по моему купцов они закупили почти треть среднегодового потребления зерна потому что на юге еще не было таких холодов на европа не был такого голода но этого не хватило в английском винчестере в это время как сообщал летописец умирали так часто что не успевали хранить вслед за этим точнее даже чуть раньше летом 1314 года началась эпидемия чумы крупного рогатого скота пестизбовина и она распространялась собственно как пожар дойдя до примерно к зиме 1319 20 годов до шотландии ирландии тогда было потеряно в англии до 60 процентов поголовье скота вы понимаете что идет дождь есть собственно негде опять же животным их всех спрессовывали оставляли на конюшнях как бы во внутренних помещениях болезнь распространялась еще сильнее самое страшное что смертность доходила до 100 процентов и крестьяне не знали как это лечить потому что подобной эпидемии в европе не было более 300 лет и это все конечно приводило к росту стоимости любого питания и это было просто очень страшно не хватало еды ни в одном из городов вот изображение как раз от как бы вот голода из библии из рукописной библии бедных из эрфурта которая вышла примерно в эти годы вы можете видеть на экране и это все воспринималось конечно страшно вы представляете темное небо много уже фактически лет голод мор животных холод все это очень напоминала казни египетские а тут еще начались небесные знаки в 1315 и 1316 годах во всей европе была видна комета которые считали тогда признанным знаком бедствия в 1316 году шведы отмечали всплески алого цвета на небе которые напоминали брызги крови в англии эти же ну вероятно по крайней мере того же время сполохи казались красным крестом из крови и символа грядущей погибели 1 октября 1316 года было полное лунное затмение в 1316 году на севере франция в 1317 году на юге франции были землетрясения как вы помните были торнадо сомнений собственно в божественном наказании ни у кого тогда практически не оставалось об этом говорят хроники об этом говорят песни например знаменитая поэма злых временах эдуарда второго написано среднеанглийском примерно в это же время и вот уже осенью 315 года парижские гильдии религиозные братства устраивали процессии которые ходили по городу басы и люди им моляли бога о милости и пощаде тогда же популярность стала набирать движение флагелянтов это люди ходили и бичевали себя считали что таким образом они могут вымолить прощение и вот тут есть одно интересное влияние на музыку капеллан церкви девы марии в роутлингене услышал те песни которые поют эти флагелянты и он писал хронику в то время того что происходило в роутлингене в баварском роутлингене и в часть этой хроники благодаря тому что он был искусным вероятно песцом и просто знал нотопись он записал несколько музыкальных произведений которые как вы понимаете пелись вот этими людьми безо всякого аккомпанемента они шли и пели эти произведения я потом немножко расскажу о рукописи в которых сохранились вот эти вот гайсли лидер об этих вот гайсли лид а сейчас я просто предлагаю послушать один из современных вариантов исполнения этих произведений но вы помните что бичующиеся пели хакапелла без аккомпанемента и так небольшой фрагмент одного из этих произведений марии он за фрауэ в исполнении ансамбле уникорна мая он за фрауэ в хири леи сон хири леи сон ПЕСНЯ 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 которые, к сожалению, крайне редко исполняются. То есть, пока мы вернемся к рукописи, я хочу сказать, что это единственная народная музыка Средневековья, которая до нас дошла. Та, которой мы можем более-менее уверенно сказать, что это народная музыка, потому что флагелянты – это, собственно, как раз народ, обычные люди, которые ходили, обычный люд, ходивший с процессами по городу, совершенно из разных слоев и певший подобного рода песни. К сожалению, даже те ансамбли, которые называются medieval folk ансамбли, почему-то эту музыку не исполняют. Крайне мало исполнений вообще этой музыки. Возможно, одна из причин этому кроется в том, что рукопись хранится в Санкт-Петербурге. И те варианты расшифровки, которые сделаны по старым копиям, они, к сожалению, не очень соответствуют находящимся в рукописи. Но найти фоксимильную копию этой рукописи было около 10 лет назад, когда мы предпринимали эти попытки, было довольно сложно. То есть, во-первых, сложно было попасть в публичку, нужно было сделать какие-то отношения, то, что мы от какой-то организации находимся, а после этого выяснялось, что нужно сначала сделать микрофильм. С этого микрофильма можно было снять копию, но за каждый из шагов нужно было заплатить. Поэтому какие-то сумасшедшие по тем временам деньги нам пришлось заплатить за то, что был сделан микрофильм. И чтобы с этого микрофильма можно было снять какую-то копию. И Марк Ливон из ансамбля «Леонес», тогда не знаю, с кем он на ансамбле выступал, они хотели сделать одну или две из этих песен флагеллянтов. И он попросил меня отослать те копии, которые у нас есть. К сожалению, не очень хорошего качества, но даже там он нашел несколько ошибок по сравнению с теми вариантами, которые у него были в руках. Итак, это такая вот народная музыка в Средневековье. Первая записанная народная музыка. Как вы видите, 1349 год. И она находится в Санкт-Петербурге. И это называется «Гасль Лидер». Люди ходили, бичевали себя, пели эти песни безо всякого аккомпанемента, потому что были уверены, я просто возвращаюсь к основной теме, потому что были уверены, что это божественное наказание и происходил полный ужас с климатическими изменениями. Легко их проиллюстрировать, эти изменениями, наверное, несколькими вариантами. С тех пор в Восточной Пруссии, как раз в Шотландии, было прекращено виноградарство и производство вин. А в Гренландии, с зеленой землей Средневековья Высокого, вот она стала ледяной землей, как сейчас. Вот самое первое изображение, которое было в трансляции, это изображение руин церкви в Хвалси. И, собственно, с ней связано вообще последнее такое вот викинское напоминание о викинском присутствии в Гренландии. 14 сентября 1408 года состоялось бракосочетание двух людей там. С тех пор после этого викинги окончательно покинули Гренландию. Собственно, интересно, что по тем захоронениям, которые относятся ко второй половине 14 века, начала 15 века, видно, что рост человека уменьшился, видимо, совсем. Проблемы были именно с голодом, а до этого там и росла и пшеница, и, соответственно, лошади были, которые все это потребляли. И вот все это не в одночасье, конечно, но в течение десятилетий просто исчезло. Итак, происходили серьезнейшие климатические изменения в 10-х годах, то есть, можем говорить, с 1314 года, вероятно, до 22-го. Чудовищный голод, в котором умирало в богатейших городах большое количество населения. Но на этом беды не остановились. И то, что происходило с пестизбовина, чума крупного рогатого скота, это было только прелюдии к большой чуме, к черной смерти. В 1331 году погибло 90% жителей провинции Хэнань в Китае, потом Индия, Центральная Азия, Золотая Орда, Крым, Константинополь, венецианцы, вероятно, преувеличили, но писали, что аж до 90% населения погибло там. Осенью 1347 года эпидемия дошла до Западной Европы. Погибали в портовых городах, вот в Генуе, это 80-90 тысяч человек, Венеции, 60% населения. В Марселе тоже самое. В папской столице Авиньоне считали, что больше половины. В Париже, по данным хроник Сен-Дене, отчему умирали 800 человек в день, а сама эпидемия продолжала 16 месяцев, в Лондоне 15 месяцев. Хроники Нойбургского монастыря говорят о том, что и Вена потеряла 2 трети населения. Сейчас вообще считается, что где-то 25-40% населения Европы погибло вот в ту волну. И эпидемия не щадила вообще никого, то есть уже ни знатных, ни богатых. Вот когда был голод, ну хорошо, хроники говорят о том, что однажды король Англии не нашел чего поесть, когда он был садолбанс, как единственный день, но люди умирали от голода. То есть здесь уже знатность, богатство не помогало. От черной смерти погиб король Кастилий, погибла королева Арагона, возлюбленная Петрарки Лаура, младшая дочь короля Англии, которая направлялась на собственную свадьбу с принцем Кастилий. И вот если сначала не тронули горные какие-то деревни, они говорили, ну вот вы равнинные ребята, вы погрязли в грехе, то следующая волна, которая накрывала и накрывала, она только прошла по горам, например. И вообще, если говорить таким жестким языком демографии, то к 1390 году чистое выбытие европейского населения составило 50%. Этого не было даже в чудовищном 20 веке, когда были массовые убийства, геноцид, голод, мировые войны. Войны в 14 было хуже. И как вы понимаете, это все не могло не сказаться на культурной жизни. Заброшенные дома, разрушенные связи между городами, сначала затопленные дороги, потом просто никто по ним не ходил, необрабатываемые земли, волки, которые доходили до окраины Парижа, боязнь незнакомцев, странников, они могут принести чему. Резко упало качество преподавания, Парижский университет потерял множество профессоров, поэтому пришлось снизить требования вообще к новым кандидатам, то же самое в других университетах. Священниками становились люди невежественные, неготовые, соответственно, к этой роли. Можешь считать, уже хорошо. Стали распространяться суеверия, люди боялись мыться, начались погромы, лепрозорьев, еврейские погромы. Собственно, вот те ужасные годы, вот тот холод, голод, огонь костров, ужас болезни, они завершили вот это высокое средневековье и закрыли от нас его культуру. До нас дошло очень мало рукописей музыкальных, 20-30-х годов XIV века. Последний Трувер, Жанон де Лескюрель, вот его рукопись, это одна из таких последних рукописей рубежа 17-18 годов, находится роман о фавеле, и вот антология произведений Жанон де Лескюреля, произведения расставлены по буквам, к сожалению, очень быстро прерываются, до нас дошло, вероятно, меньше трети его наследия. Последний, соответственно, Трувер. Последний Трубадур, Гераут Рекьер, я просто отправляю к рассказу о Трубадурах, это конец XIII века, и вообще в XIV веке происходит окончание такой большой традиции светской, куртуазной, монофонической музыки. И начинается совсем другой переходный этап, другая вообще музыка, вероятно, до потрясений XV века, такой переходный этап от Средневековья к Ренессансу. Поэтому первая часть рассказов, первая часть стримов закончится с той самой рукописью Жанно де Лескюрель, где, точнее, Жанно де Лескюрель есть и другие авторы как раз вот на рубеже 1917-1918 годов, когда на Европу обрушился Великий Голубь. Итак, у нас есть вот такое примерное окончание музыкального средневековья, такое чудовищное окончание, ну, какой-то такой финальный отрезок, финальная точка. Есть ли у нас такое с началом? Можно ли найти какое-то такое, ну, пусть оно будет потрясением начальным? Есть ли что-то, с чего мы можем начать отсчет? Вообще, как можно начать отсчет? Возможно, изменилось отношение к звуку. Хороший вариант. Нам всегда казалось, ну, мне всегда казалось, что смычок был всегда. И одно из моих больших потрясений о том, что до X века о нем практически никаких, никаких следов нет. До него, до X века, практически никаких упоминаний о смычке. И вдруг в X веке начинается множество. Есть византийский, арабский источники. Мы, видимо, можем сказать, что он появился, смычок, именно в арабских странах в начале X века. И, собственно, самое раннее вот изображение находится именно там. Описание находится там самое раннее. Но, собственно, в России уже в начале XI века появляется смычок. И, вероятно, через Византию смычок проникает в Западную Европу. Существует несколько изображений. Самое раннее, вероятно, вот это вот изображение из Беата. Оно датируется 930-м годом. Беат Лейбанский, это очень известный монах-бенедиктинец, он написал то, что гораздо позже Жак Легов назвал первым европейским триллером. Это комментарий на апокалипсис. И с тех пор называют все вот его комментарии просто Беатами. Часто это очень ярко украшенные произведения. И вот в одном из Беатов, который как раз датируется 930-м годом, примерно есть вот изображение, первое изображение смычка. Ну, как бы, хорошая дата и хорошее начало. Есть только одна проблема. Большинство дошедшей до нас музыки средневековой вокально. И, собственно, музыкусом мог стать только певец, который знает основы музыки. Отношение к музыкантам и инструменталистам было, ну, так себе. Мы об этом обязательно еще поговорим. И да, сохранилось совсем, ну, просто совсем, доли процентов инструментальной музыки, в основном музыка вокальная. Ну, тогда получается, что сложно как-то по инструментальности выделять эпоху. Возможно, нужно смотреть в вокальной музыке и музыке литургической. Можем ли мы там найти точку? Вероятно, одну из точек мы можем найти. Я тут уже отсылаю к большому рассказу о грегорианском пении и о его истоках, о других вариантах литургического пения Западной Европы, но вот несколько вещей хочу сказать и здесь. Примерно в VI веке, вот тогда, когда говорят, что произошел V-VI век, переход к Средневекам от античности, произошло интересное изменение, на которое обратил внимание Кристофер Пейдж. Повсеместно начинают именовать церковного певца не лектором, то есть человеком, который вещает слово, а кантором, человеком поющим. Вероятно, изменилось отношение вообще к пению во время литургии. И, вероятно, где-то вот к концу, к началу VIII века образуется школа канторам в Риме, которая была изначально просто вот такой капеллой при Папе Римском, затем она стала и местом обучения новому пению. Но, вероятно, еще более важной датой является визит Папы Стефана III к Пепину Короткому. Сам факт, что Папа Римский смог пройти через Альпу, вы уже знаете, переход с Уорова через Альпу, а теперь давайте откатимся с XVIII века до VIII на одно тысячелетие. И как сложно это было пройти, тем более не солдатам, а вообще Папскому двору. Сейчас замечательные туннели, сейчас замечательные поезда-самолеты, ничего не было Папы Римского. И, тем не менее, он предпринял такую вот большую поездку, которая изменила лицо Европы, потому что они заключили договор с Пепином Коротким, потому что сначала Пепин, затем его сын Карл Великий отвоевали у Ломбарди. Один отвоевал, другой потом завоевал Ломбардию, и они отвоевали то, что Пепин Короткий отвоевал то, что стало назван Пепином Даром. Это земли, которые стали принадлежать Папе Римскому, то есть Папа Римский стал крупным светским властителем в Европе. Это существенное изменение в политической истории, но обратный как бы дар Папы Римского, он несколько более важен для истории музыкальной. Во-первых, второе лицо школы-конторам папской было в Руане, затем, благодаря стараниям Хроды Ганга в Меце, вот он был хранителем печати еще и Карла Мартелла, Хроды Ганг, а при Пепине Коротким стал как раз епископом Меца. И вот там была основана вторая после Рима школа-конторам, более того, вот этот вот святой Хроды Ганг, епископ Меца, сделал такую, как бы, важную школу, что предпочитали идти учиться, поезжать учиться литургическому пению именно в Мец. И, собственно, знаменитый историк Павел Диакон в Деяниях Мецких епископов в 8 веке еще пишет, что прихроды Ганги-клирики с избытком были наполнены божественным законом и римским пением. А ломбардский летописец Андрей Бергамский в 70-е годы, 9-го уже века, называл Мец источником пения, который звучит по всей Франции и Италии как украшение многих городов-церквей. Знаменитый нот Керзаика монах Санголенского монастыря вообще говорил, что в наше время все церковное пение называется Мецким. То есть вот то, что мы называем Григорианским видимым пением называлось еще в раннее Средневековье Мецким. Так что зарождение вот этого Григорианского и Мецкого пения наверное это тоже чудесный как бы отрезок или начала музыкального Средневековья. Можно судить о музыкальном Средневековье именно с этого времени. С другой стороны вообще как мы судим о музыке того времени? Мы судим во-первых по письменным свидетельствам а во-вторых по музыкальным рукописям. Вот удивительно сам момент когда появляется первая вообще нотпись. Потому что святой Исидор Севильский вот знаменитый Исидор Севильский на которого я ссылался наверное не раз уже на этих стримах и может быть буду ссылаться еще считал что если в человеческой памяти звуки не удерживаются то они погибают поскольку записать их невозможно. То есть человек в 7 веке еще считал святой Исидор Севильский считал что записать музыку невозможно. При этом устав реформатора монашества просто основателя Бенедиктинского ордена Святого Бенедикта Нурсийского предписывал петь несколько часов в день то есть 150 псалмов в течение года. Поэтому многие теоретики того времени не музыкальные прежде всего не музыкальные говорили что певцы посвящают собственно более половины своей жизни просто суете потому что они повторяют просто и пытаются заучить песнопение и тратят жизнь просто на заучивание песнопения тем не менее вероятно первая нотация которая была которая была придумана она была придумана не для певцов даже певцы какое-то время может сопротивлялись этой нотации она была вероятно придумана для диакона потому что если певцов натаскивали ежедневно в течение долгого периода то диаки должны были ну тоже вести службу вообще служащие церкви священники диаконы должны были вести службу они должны были тоже петь и у них дел помимо пения было еще других навалом а им нужно было срочно вспомнить какой-то напев вероятно поэтому первые значки музыкальные были похожи на те значки которые находились в грамматиках латинских на ударение и прочее я расскажу об этом вероятно в отдельном стриме посвященном нотации сейчас же хочу сказать что она первозначально вероятно была для диаконов потом она стала уже для певцов и она появляется в начале 9 века вот сейчас я вам покажу то что считается одной из самых первых музыкальных рукописей вот это Псалемо де Ламене Лаудис произведение которое записано писцом который сам себя подписал если вы посмотрите внизу можно увидеть имя Энгилдео то есть мы знаем имя одного из первых переписчиков возможно из первых композиторов но пока не будем забегать вперед вероятно одного из первых музыкальных переписчиков который вот такими значками записал вот это произведения Псалемо де Ламене Лаудис и это датируется примерно 830 годом как ни странно это очень похоже на то время когда Мецкий напев захватил Европу начал захватывать Европу конечно это несколько раньше того когда появляется смычок но тоже хорошая вот такая дата отсечки рубеж 8 и 9 веков возможно как раз 9 век для того чтобы показать вот такой большой период и дальнейшие собственно стримы они посвящены периоду начиная с 9 века немножко касаясь и 8 при рассказе о григорианском пении и других традициях и дальше до той вот чудесной рукописи которая дошла до нас вероятно одна из самых последних музыкальных рукописей в которой находятся романы фавели и произведения Жанно де Лескюреля это все возможно были другие рукописи конечно того времени но они не дошли до нас почему не было рукописей более поздного периода ну вероятно я уже сказал во-первых голод во-вторых холод в-третьих пестис-бавина вы представляете что умирает местами до 90 процентов скота изготавливались музыкальные рукописи из пергамента то есть из выделанной кожи стоимость кожи она наверное была баснословна если ее пускали на что-то те же самые монахи которые записывали то вероятно на хроники какие-то чем на музыкальные рукописи и для нас каких-то полных крупных музыкальных рукописей 20-30-х годов 14 века практически нет дальше уже 40-е годы появляются 50-е 60-е но музыка в них содержащаяся она вот несколько иная и можно как-то вот отсекать чисто грубо возможно чисто приблизительно но вот в этом холоде вот в этом как раз где пожаришь видимо была выкована другая совсем культура культура позднего средневековья который возможно дойдет речь пойдет речь и в серии наших стримов но сначала мы будем говорить о музыке именно вот этого периода с рубежа 8-9 веков до начала 14 века спасибо большое за внимание если есть какие-то вопросы я постараюсь на них ответить да в сети сборников глиантов гасли лидер нет ну откуда оно там появится если не постарается публичка в Санкт-Петербурге то этого не будет она пока совсем не старается поделиться этим сокровищем ну одним из таких вот сокровища музыкальной медиависты как ни странно находящиеся в нашей стране вот если вопросов сейчас не будет то я хочу еще раз вас поблагодарить за внимание спасибо большое и до новых встреч субтитры субтитры